Привет! Это товарищ, который Сафронов. Это Сафронов, который товарищ, и вы на моем канале обзора игрушек. Сегодня у нас будет очередной такой выпуск типа реактов. Это дополнительный контент на канале. Он выходит не вместо, не это, а просто еще вот и такое теперь выходит. Так что просто на всякий случай знакомлю вас. Реакты на всякие игрушки. Зачастую мы ржем, прикалываемся и угоряем над всякими картинками, оценочное суждение, все дела. Ну и сегодня мы на Алиэкспрессе, и это страна восходящего не знаю чего. Возможно, воровства, идей и странных решений, но вот такие подборочки у меня сегодня будут. И сразу начнем, поехали. Смотрим. Не забываем ставить лайки, чтобы такие видосы выходили почаще. Если интересно смотреть такое, то же вы можете прикалываться и писать в комментариях насчет каких-нибудь кукол. Я их читаю, иногда очень смешно выходит. Итак, погнали. Смотрим. Давайте сразу вот-вот прям с козырей я нашел умняшу. Кто настолько же старый, насколько и я? А? А? Кто помнит Нефедова и его умняшу? Ммм, я помню. Вот она. Ребят, это умняша на Алиэкспрессе. Это что может быть лучше, чем умняша? Иначе, ну, начали бы с чего-то хорошего, прекрасного, замечательного и так далее. Ну, короче, вот корни у умняши оказались из Китая, а ничего там Нефедов придумал. Кстати, как он там поживает, кто-нибудь знает? Нет. Вот. А теперь начинаются странные вещи, начинаются странные вещи. Например, супер зацензуренный пупс. Что у него там? То есть их там еще много. Что у него там зацензурен? Что такое он скрывает? Что там находится? Какие секреты? Какие тайны у него за этими штуковинами? Что там? Неужели... Че это вдруг вы такие моралисты, а? Товарищи? Товарищи китайцы с Алиэкспресс. Че это вы такие вдруг такие... Нет, ну ладно там, внизу. Ну здесь-то, простите. Простите, это же пупс. Это же пупс. Вы серьезно? Вы серьезно считаете, что... Ну, ладно, оставим это на их суд и мнение. Перейдем вот к этой кукле. Это просто топ. Я хочу ее заказать. Дорогая, правда, зараза. Но что поделать? Вы смотрите на ее выражение лица. Да, это лучшее, что я видел в своей жизни. Две с волосами, без волос есть. Просто идеально. Она идеально выглядит, как этот люцо на любую ситуацию. Мне кажется, на аватарку надо такую ставить. Просто в жизни она повидала многое. Она, посмотрите, устала. Прям как я. Устала от жизни. И, возможно, в отличие от меня, она еще много кого-то прибухивает. Потому что... Что огромные мюшки. Она такая... Это опустошенный взгляд. Вот как можно сделать иногда настолько бездушную куклу-существо, вот, которое без всякого... Ну, показано. Вращается голова, нога, рука. Очень важно. Очень важно, что это все вращается. Очень... Простите. Так, спокойно. Это просто поперахнулся от смехушечек. Смехушечки. Меня чуть тут не прибили. Короче, это странная штуковина. О, борец кукла. За все хорошее, против всего плохого. Отличная. Отличные куклы. Где-то... О, еще. Еще одна отличная. Совершенно замечательная. Вот эта фотография. Это просто символ борьбы, протеста. Я считаю, что нужно выходить с плакатами с этой куклой. Идеальное просто лицо для протестующей куклы. Супер. Ну, и вот у нас еще один пупс. Вы знаете, который... Мне показалось, что он, типа, ну, вначале странный. Они какие-то пришибленные. Но после предыдущих кукол, которые... Уже все норм. То есть, я не вижу никаких проблем, противоречий. Единственное, что опять у них эта цензура тут пошла. Ой, господи, почему дети? Дети, нет, детей убираем. Так. А тут вот. Родственники вредного пупса. Но, как минимум, дальние родственники вредного пупса. Лайк, если кто помнит такую вредного пупса. На комментариях можете написать. Помню, помню. Или не помню, не помню. Кто такой вредный пупс? Может быть, кто-то даже ждет продолжения. И я, например. Кто-нибудь снимите продолжение вредного пупса. Вот с этим чуваком надо заказать. Что у него с лицом? Эй, чувак. А что? Зачем вы его облили чем-то? Конечно, он будет такой. Он очень недоволен. Оу. 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 Это, типа, они... Это вы не брак показываете, да? Это фишки этого пупса, да? Это, то есть, как бы... YouTube успоко... YouTube спокойно. Спокойно, YouTube. Особенно мне нравится вот этот левый верхний чувак. Посмотрите. У них разные выражения лиц. Но у того, по-моему, что-то не так в жизни явно. Или он что-то понял, осознал, или он над чем-то думает. Лайк так, если думаешь, ставь. Вот. Поняли? Нет, нет. Это, походу, какая-то японщина. Я не знаю. Это, ну, вы знаете, очень много... Всяких подделок на Алиэкспрессе. Очень много. То есть, оригинальных кукол, которые ночью на заводе на китайском из тех же пресс-форум делают. И потом, получается, не пойми что. Вот это, скорее всего, такое. Я начну думать, какие-то странные. Потом думаю, да нет, они выглядят, в принципе, нормально. Но если заказывать, скорее всего, с Алика, то, может быть, не очень. Хотя у них тут 4.9 оценка. Хотя могут сами они как-то там накручивать. Я иногда с высокими баллами видел, и такое приходило. Вот здесь, скажите мне, пожалуйста, вот загадка, которая меня пугает и удивляет, и озадачивает. Этот пупс тоже зацензурен. У него тоже цензура на одном месте. Но здесь наверху решили ничего не цензурить. Понимаете? Так как-то у них это работает выборочно. В общем, зато у него есть вот эта вот цензура. Но! Там ничего нету! Там ничего нету! Ничего нету там! Чё цензурить-то? Чё вы цензурите, когда нечего цензурить? Это зачем ещё? Может быть, конечно, для них настолько... Это... Вот, он, видите, даже показывает один по другому. Чувак, у тебя там ничего нету! Зачем нам зацензурили здесь всё? Какую-то странную позу они решили им придать. А вот здесь, понимаете, вот как бы что-то скрывают они от нас. А скрывать нечего. Странные ребята со странной логикой. А вот тут и милота, кстати. Ну, опять, наверное, какие-то украденные штуки. Потому что выглядит немножко странно. Немножко странно. Видите, как будто у них голова к другому телу приделана. Но вроде как так продумали. Но они милые, милые. Кстати, довольно много милоты и прикольных всяких штук на Алике. Но мы их здесь не заметим, да? Хотя, если хотите, может быть, я сделаю подборочек каких-нибудь классных и милых, супер милых пупсов. И вы будете вообще такое смотреть? Вам интересно или нет? Я потому что видел и довольно даже несколько пупсов довольно много отложил в избранное себе. Так что я могу показать вам тоже в каком-нибудь ролике, если хотите. Если нет, то давайте смотреть лучше Трошняк всякий и веселиться. Вот что меня еще больше удивляет, пугает, настораживает, завораживает. И, в общем, странные мысли у меня возникают по этому поводу. Как насчет пупсов на развес? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Я не понял. Что это? Я не понимаю. Зачем? Посмотрите, они их выкладывают еще как-то фигурно. Выкладывают. И вот это вот. Вот это они выкладывают, понимаете? Вот это произведение искусства. Для чего? Я не знаю. Есть описание. Мини-пластиковые детские игрушки высокого качества. Так выглядит в их понимании высокое качество. Ребята, вам пора пересмотреть свою систему ценностей. Нет. Так качество не выглядит. Вот, пожалуйста, разноцветные есть, понимаете? Вот они. Хотите такие? Хотите сяки? Вот так вот. Горсть. Хотите горсть разноцветных пупсов? Пожалуйста. Ваши деньги. Любой каприз за ваши деньги. Хоть разноцветные дети на россыпи. Я не знаю, что это за магазин. Окей, там, знаете. Сахар, крупа на развес. Там какая-нибудь какие-нибудь специи. Дети. Идеально. Берешь в любой себе контейнер. О, а вот эти пупсы мне напомнили, знаете, картина такая. Это батя с другом на рыбалку поехали. Баньку и на рыбалку. Сидят такие, болтают за жизнь. Посмотрите. Им тоже тут правда все зацензурили. Вот они. О, на спорте чувак такой. Хоба-хоба. Смотри, как могу. Смотри, как могу. Хоба. И потом следующий кадр обязательно ударился головой о пол питонный. О, еще. Ну вы посмотрите. Вот опять. В чем прикол? В чем прикол? А в чем прикол? Их в лё... Видите? Мне кто-то объяснил. В кубиках льда. Это что? Это какой? Это в этом... Есть какой-то тайный смысл, тайный посыл, тайный что? Зачем засовывать ребенка, пупса даже, ну игру, что в кубик льда? Что бы что? Что это какие-то за ассоциации? Что может они съедобные? Нет? Может они съедобные? Нет, написано детских игр в виде кубика льда и душа. Игры в душе? С кубиками льда, в которых дети? Какие-то у вас странные игры. Молодые люди из Китая. Странные, странные. Вот. Также вот видите, вот тут вот всякие разные есть. Вот такие вот это все, когда горстью это выглядит жутко. Вот это выглядит мило. Просто хотел вам показать. Вот милые куклы. Типа у меня что в пластике. Она какая-то прикольная, милая. Не знаю, немножко милоты. И обратно немножко крепоты. Опять гора пупсов. Опять наросыпь. Опять что-то такое непонятное. Зачем? Что японская кукла из Китая? Что может быть? Лучше, лучше может быть только, если вы их на уши себе повесите. Не хотите себе повесить на... А может какой-нибудь еще? Где у вас там пирсинг есть? Нет? Не хотите? Вот. Пупс. Купупс, конечно. Серьги. Пупс-серьги. Лучшая вещь. Конечно. Покупка года. Угу. Да. Да. Мама, я сделал... Я проколола уши. Приходишь с детьми на ушах. Как будто племя каннибалов какое-то, я не знаю, наряжается на выпускной. Зачем? Для чего? Ну ладно. Хоть может быть это... Сошлемся, что это может быть типа прекол такой. Окей. Хорошо. Ох, боже. Боже мой. У них еще видосы есть. Ай. Я не буду смотреть. Вдруг у них там какие-то авторские. Вот. А что с этими пупсами не так? Что... Почему они? Почему он Джокер? Второй какой-то желтолицый в белых перчатках. Третий в очках. Третий в очках. Третий в очках еще какой-то. Что? 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 Как мне сложно понять эту логику. Боже мой. Какие-то брови у него здесь нарисованы. Один какой-то... Какие-то в жилете. Какой-то в костюме. Третий голый. Почему? В ус усами. Может, я не знаю. Может, какая-то тенденция новая. А вот это еще какой-то. Видимо, это какая-то японщина. Какая-то переделка. Может, Старк. Какие-то игрушки. Потому что они выглядят. Очень странно. Это я после душа. Если что. О, такой. Эээ. Палачейчиком натирающий. Ух, хорошо. Ставь, если это ты после душа. Или вот это ты после душа. Или вот... Или вот... Нет. Вот это похоже, что это какой-то старик. Прикинулся ребенком. И такой ползет. Эээ. Уважение. Ползет за уважением. Эээ. 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 А это какая-то бабушка после душа. Ползет. Уважение. Почему после душа? Это после душа. Это в памперсах, а не просто. В общем, это как будто какие-то пенсионеры. Пенсионные. В этом. В доме пенсионеров. Не те таблетки. Вы выдали. И они, прикинули. Я теперь думаю, что они дети. Вот. Или те таблетки. Не знаю. А вот это как объяснить? Что за желание положить? Ну, ладно. Вы украли у меня идею. Окей. Хорошо. Была идея. Я тогда, помните, когда я оформлял фон, у меня там были пупсы в банке. Куклы в банке. Лол. Хоть окей. Окей. Вы украли у меня идеи для фотографий. Но в тарелку с вилкой класть зачем? Приходите, посмотрите, на званный ужин приходите там к девушке. Знакомиться, родители. Садитесь, пожалуйста. Лолый человек. Садитесь. Присаживайтесь. Присадишься. Или к парню. Понимаете? У него такие. Бери тебя. И на столе. И кто-то ставит тарелку с детьми. Мне кажется, второй раз. Это лучший способ человека, которого из вежливости нужно пригласить, чтобы он больше никогда не приходил к тебе в дом. Он не спросит даже. Он, мне кажется, посмотрит и скажет, да, все нормально, потому что слишком сложные вопросы эти задавать, наверное, не стоит. Странное желание с едой. Ну, опять вот. А гол? Не хотите голов пупсов? Пупсов? Зачем они? Ай, господи боже мой. Куклы, материал. Винтажная голова кукол. Подарочная коллекция. Подарок. Подарок на свадьбу. Подарок на день рождения. На юбилей. Не хотите? Подарок голову кукол. Давайте опять мелоту. Но я только... Посмотрите, я думал, что это полностью мелота. Мелота-то-мелота, да, странная немножко, да? Сверху шапка, какая-то накидка. И внизу пипка. Почему-то, не знаю. Но, опять же, скорее всего, какая-то епонщина. Как и вот подделки, видите? Я думал, что это же прикольная кукла. А это бэби-борн переделанный, подделанный. Бэби-борн просто китайский. Просто такие игрушки. Они обычно ломкие, вонючие. Из едких материалов могут быть. И на фото они самых классных, может быть, выкладывают. Хотя увидели, даже фото они не могут сделать нормальные. Потому что даже не могут выбрать хорошую пупсу с косяками. Зато вот здесь у чуваков все отлично. Посмотрите, все классно. Все прикольно. Вот этот чил. Вот этот чил. Особенно справа у ребят. Вот это у них глазюки. У этих, ладно, это как будто тоже, знаете, приняли не те таблицы. Или те, эти знают, что нужно принимать. Какие, все у них хорошо. Боже, они меня пугают. Это странные ребята. Странные компашка. Странные ребята. Вот это вот пьет из лужи. Вот так лег и наелся и спит. Ой. А где вот эти? Есть тут вот эти? Где же были, да? Где-то? О, вот они. Вот. Особенно вот это классно. Вот этого чувака справа. Да, для вас тоже справа. Особенно классные выражения лица. Вот это глаза. О, вот это победа. Вот это идеальный чувак. Посмотрите, они красные даже как будто. Это явно, явно. В дым машину запустили. Не тот пар. Да. О. А это, думаю, ушко. На ушко что-то ему такое говорит. Ой, боже мой. Это просто идеальные чуваки. Что у них происходит? Это надо заказать. А можно заказать им? Ну, это ладно. Это неинтересно. Но вот эти вот, ребята, просто самые лучшие. Просто самые лучшие пупсы с Алиэкспресс. Давайте так. Я только не умею так глаза косить. Давайте я так. Вот такая. Во. Не уверен, что у меня получилось. А чего в жизни добился? Ты умеешь так косить глаза или нет? Опять на развес. Вот тут разноцветные пупсы. Разноцветные. Пожалуйста. Опять на развес. Фиолетовых не ходите? Фиолетовых пупсов не ходите? Камоу, фиолетовых пупсов. Камоу, фиолетовых. Ходить по пляжу. Чур-челла. Фиолетовые пупсы. Я представил себе этот мир. Но, видимо, в их мире это рентабельно. Это как-то нормально. И вот опять. Смотрите. Я, кажется, раскрыл заговор. Какой-то, какой-то тайный смысл. Класть детей в... В тарелки. Вообще. Кто додумался положить в тарелки? Пусть и игрушечного. Но ребенка. И зачем? Я не пойму. И вы, возможно, напишите мне. Есть какой-то в этом смысл. Ну ладно, пупсы. Но зачем вы их в тарелку положили? Чтобы съесть, очевидно. Мы что-то не знаем. Я, конечно, понимаю. Так. Подумай. Остановись. Не ешь детей. Китайский чувак. Или кто-то там, кто эти... Любит детей в тарелки. Не ешь. Подумай. Ребеночка не кушать. Не надо. Мы уже знаем, что бывает, если вы любите всякое кушать. Детей не стоит. Хотя, вроде они как бы... Ну, пора. Свеженькие. Ой, ладно. Закончим сегодня Алиэкспресс на вот этой замечательной вещи. Что может быть лучше, чем ностальгическая игрушка? Зажигалка. Еще с этой женщиной с какой-то, боже мой. Зажигалка-тролль. Вас затроллили зажигалкой. Лучшая вещь в этом безумном-безумном азиатском мире. Да. Если понравился выпуск, ставь лайк. Посмотрим еще. Если что-то есть интересное, кидай ссылки в описании обязательно. Дружочек-пирожочек, жди новых обзоров, реактов, всего остального. Во вкладку видео зайди, комментарии напиши. Будут еще части. У меня есть еще, что показать вам. Так что ждите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok